Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Гости, подписчики канала! Значит, сегодня у меня вот такая вот катушечка Шимано Страдик Сея 4+, 2500 типоразмер шпули 2016 года Что я хочу сказать по поводу этой катушечки Она у меня с 2016 года с декабря месяца То есть, этой катушке по факту 17, 18, 19, 20 кончается 4 года Обычно, в обычной жизни этой катушкой я рыбачил до 23 грамм до 23 23 плюс приманка В редких случаях 25, когда это было нужно То есть, я ее использовал и в хвост, и в гриву То есть, эта катуха у меня работала можно сказать на пределе Если я считал, что она до 18, там до 15 грамм, то на самом деле по факту в жизни Ну, сами можете посмотреть ее состояние Я ее не беру Я ее лопатил Ну, как только смог Катушка прошла Крым-рым и медные трубы Можете посмотреть вот на состояние ручки Вот на состояние всей катушки То есть, эта катушка не лежала дома Не лежала в серванте скажем так То есть, это рабочий инструмент который был со мной везде В разных странах на разных водоемах Малайзии То есть, видавшей виды По поводу этой катушки Спустя 4 года могу сказать, что я доволен полностью Она очень хорошо работает Очень мягкий Плавный И Заткнусь При нормальных рабочих скоростях Очень тихий Ход Я имею в виду Не шумная Да Конечно, если раскочегарить ее Да Там 200 оборотов Она это самое Но то Учитывая, сколько она прошла Какие нагрузки на ней были Это просто шикарно Что я хочу сказать еще За эти 4 года Эта катушка Ни разу не разбиралась То есть, капалась сюда Капалась на шток Чуть вот сюда В кнопик И все Больше я туда Не лазил Здесь нет Технологического отверстия Вот допустим Как в сустейне Сустейн тоже не зря здесь лежит Сюда нельзя Экстренно добавить смазки Катушка Эта позиционируется Как Водозащищенная Ну, для морской рыбалки В инструкции К этой катушке Есть схема Не кинематическая Это тоже есть Вот Но есть схема Как ее мыть под душем Или под краном Как хотите У кого как Почему Говорю про нагрузки Вот когда она у меня появилась Я ссылочку оставлю Под видео Да Там у меня много Кое-чего про нее Рассказано То есть Рассказано Какая у нее Главная пара Там и так далее То есть Много чего Интересного Я про нее там Рассказал Потому что Это была новинка Шестнадцатого года Передатка у нее Пять К одному Не пять и два Не пять и один Это считается Ну, низкой В этой серии катушек За один оборот Она выматывает Семьдесят три Сантиметра Что очень немало Для такого Типа размера Лески В ней шесть шаров С маркировкой САРБ Это защищенная От влаги И пыли Ну СЕИ-4 плюс Тогда Скажем так Это был Хороший Ну и сейчас Он неплохой Показатель Значит Вес у этой катушки Сто девяносто два Грамма Вот именно у моей Вместе с плетней Что она испытала За это Вот когда я ее Купил Да Она у меня появилась Она у меня была Такой переходный вариант От ультралайта Скажем так К лайту К медиуму Да Я бы так сказал Потому что она очень легкая Очень легкая Ее можно ставить На ультралайт Можно ставить На лайт плюс Я бы так назвал Да Что я делал А в конце концов Было несколько рыбалок Я не скажу Что это было там Ну Порядка десяти Наверное Может быть Чуть больше Рыбалок Когда она использовалась На весах Для нее Очень даже Запредельных Только То есть Это были Веса От Тридцати До сорока Пяти Грамм Это были Пелькера При том что Ловля происходила С вот таким резким Твичем 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 Вот она у меня Расслаблена Ну так хранятся Катушки у меня Я всегда Распускаю Распускаю Фрикцион Появились Какие-то Люфты Вообще Ну как бы Даже технологически Вот как был Так и остался То есть Я ее Юзал В Норвегии Вот мы Когда выезжали Вместе с женой В одной лодке То есть Я ей давал Сустейн Более мощную Палку Более мощную Катушку Поскольку Ну Жена такая Очень увлекающийся Человек И она Ну В порывах Когда рыба клюет Ее много Она очень сильная Морская рыба Да То есть Она уже не соображала Ни о чем Она просто тянула На храпом Я брал себе Вот это Естественно Что веса были Такие же Как у жены То есть Редко 20 грамм В основном 30 40 45 Вот Правда Палка у меня Была помягче То есть Она частично Гасила удары Ребят Но все равно Вот после Норвегии После Норвегии Вот у меня Сустейн Зашелестел Запел песню Классно Очень хорошо Даже вот Слышите При Обычной Нагрузке Это вот Сустейн Четырехтысячный Мать его Ити Вот А это Две с половиной тысячи Разницу Наверное Ощутили Да Обе морские Значит Как Я за ней Ухаживал Нарушая Все инструкции Никакого Ежедневного Промытия Я ее промыл Один раз Хорошо Под душем Вот так вот Как бы Отдраил Мочалкой С нее Все чешуйки От Макрель Короче Это было Засрано Полностью То есть Я ее один раз Помыл Щеточкой Поотдраивал И все И все И все Больше я в нее Не лазил И в ближайшее время Ну я придерживаюсь Таких правил Если агрегат Работает хорошо Нефиг туда лазить Вот если есть Проблема Тогда начинайте Уже как бы Танцы с бубном Но пока Никаких проблем У меня с этой катушкой Нет Повторюсь Две Ну это конечно Больше перенесла Чем это Я не могу Как бы Этого отрицать Потому что Когда я был один С Володей То я в основном Сустейном И те же самые Веса И тот же Дикий твич При ловле На пелькера Макрели Вот Но она и Четырехтысячная Не две с половиной Разница есть Значит Что еще Из плюсов В этой катушечке Здесь Холоднокованная Покрытая Тефлоном Главная пара Как у Ванкиша Вот Недостаток Я как бы Считал Ролик лескоукладывателя Который В котором Есть подшипник Но он запрессован Ее нельзя Как бы снять Надо будет просто Выбросить Новый ролик И новый ролик купить Ребят Но за четыре За четыре года Никаких проблем С роликом Лета Как Как в первый день Вот никаких проблем Нету Нет подвисания Душки Вот она Вот как была Мертво стояла Да Очень хорошо Вот так она И этот самый И стоит Нет здесь Переключателя Который Выключает Стопор Обратного Хода В общем Катушечка Бомба Я просто Счастлив Что я ее Купил Я уже не помню На тот момент Сколько она стоила Но там Врать не буду Не помню Слышите Как работает Вообще Огонь Вот Сейчас Учитывая Черные пятницы Шмапницы И прочую Кренопень Я специально Зашел Посмотрел На нее Скидочка Ребятки Порядка Тысячи гривен То есть Это Тридцать С лишним Долларов То есть Если кого-то Изинтересовало Вот самое время Прикупить Катушка Бомбическая Ничего не могу Сказать Вот Только слова Восторга И всего остального Вот нет у меня Чего-чего Я мог бы Придраться И К этой катушке И сказать Что я чем-то Недоволен Повторюсь Мыл под краном Рыбачил В морской воде У меня даже Мультитул Покрылся Этим самым Ну вот видите Все закрыто Все закрыто Все хорошо Сальник стоит Все как положено Вот И Вот можете Посмотреть На шток Особо тут Ничего не поменялось Никакой грязи Ничего я не Не делал Перед съемкой Вот как взял Вот в каком состоянии Она есть Таком вам и показываю То есть я могу Со спокойной Совестью Без всякой Балды Без всякой Мне все равно Купите ее или нет Но я могу Порекомендовать Как переходной Вариант От ультра Лайта Повторюсь Все таки умрет Ну или зашелестит Не то что он там Заклинит Или еще чего Вот что то с ним Произойдет Но в принципе Вот шикарная катушка Ничего не могу сказать Вот шикарная Вот сейчас я обкатываю Еще двух китайцев Тоже сделаю На них обзорчик Тоже классный Мне очень нравится Но вот эта Катя Она стоит своих денег Во всяком случае Если они у вас есть Купите вы ее Не купите Мне лично По барабану У меня она есть Катушка Шикарная Не знаю Вот посмотрю По хронометражу Если наговорил Много То не буду вставлять Если Как бы Не очень много То может быть Ставлю там Кусочки С предыдущего Видео обзора Там с фотками А может и нет Кому надо Короче Я ставлю ссылку Вот Хотите Зайдите Посмотрите Я там подробно Рассказываю Показываю фотографии Что у нее там внутри Какая пара Вот сравнение Вот в Англии Лежит Вот Вот это Как бы все ее достоинства Я там рассказал Но это было В декабре 16 года Сейчас Конец ноября Какое сегодня число 26 число 2020 года Вот такая вот у меня Информация по этой катушке Просили давно В комментариях писали Давай Давай вот Что ты обычно Там Год прошел И ты Как бы Выпускаешь Видео Год спустя Это вот Что-то у меня Как-то Залежалось Без обзора Надеюсь Повторюсь С учетом Пятницы Черных Да Кому черные Кому белые Кому радостные Вот Эта информация Будет вам полезна Буду благодарен За лайк Хороший комментарий Всем мира Добра Не болейте До новых встреч Ребят Редактор субтитров